Всем привет! Вот такую обаятельную ленку я хочу сделать, но с вами мы сегодня сделаем только одну его лапку. Шерсть, которая нам понадобится для валяния, примерно вот так выглядит разных цветов. Это натуральная овечья гребенная шерсть разной толщины. Она называется тонкая, полутонкая. Мне больше нравится из полутонкой делать. Ну, примерно такие упаковочки. Есть упаковка 100 грамм шерсть для валяния или рукоделия. Вот так она уваливается. Из 100 грамм получается примерно вот такой объем игрушки. То есть игрушка вот такого объема. Ну, вот такой пакетик это 50 грамм. Ну, как-то тут мне не поддается. Но вообще шерсть, она приготовлена специально для рукоделия. Не стоит искать какие-то там дешевые варианты, потому что может и грязная шерсть попасть, может потом шерсть линять. Иногда бывает очень сильный запах овцы. Поэтому лучше приобретать шерсть в магазинах для рукодельниц. Она уж не так дорого стоит. Чтобы попробовать научиться что-то делать, 50 грамм пара иголочек вам будет достаточно. Щеточка. Все ленты, вся шерсть у нас вот так лентой выглядит, где борсинки расположены в одном направлении. Нам нужно вот эту ленту расчесать. Сделать из нее большой пушистый комок. Прям комок ваты. Вот можно руками разорвать, расчесать. Можно щеткой, можно гребешком. В общем-то не важно. Вот она мягкая вся уваливается на разного цвета и они у меня все эти цвета будут задействованы. Иголочки. Ну вот такая губка, в которой иголки я храню при работе. Удобно очень. Вот такая иголочка номер 36. Это начальная игла для самой первой работы, для самой первой операции. Шерсть еще совсем не увалена. Она только-только начесана. Небольшой комочек. И вот эта игла очень легко проваливает, пробивает эту шерсть, вталкивает ее. Она уже формирует что-то из этого комочка. Но берегитесь, иголочки очень острые. В ладошку лучше не попадать, пальцы не колоть. Будет больно. Вот так. Держим комочек. И между пальцами, между ладошками проталкиваем иголочку. Ну вот 38-я потоньше, средняя игла. Она работает как универсальная игла почти от начала до самого конца работы. Это уже изделие, которое будет выглядеть поплотнее. Она уже легко будет пробивать плотную форму. Хотя 36-й, вот которым первая игла была, ей было бы трудно. Ну вот корона тонкий. 38-я корона. Это тонкие, 4-х лучевые. То есть сечение у нее 4-х лучевое. Вот эта иголочка, она уже финишная, конечная. То есть надо этой иголочкой уваливать, уравнивать. У нее сцена. Видите, вот по размеру немножечко заметно, да? Первая иголочка 36-я очень толстая, вторая маленькая. Вот. И 36-я, 40-я тонкая, и вот 38-я тонкая. Они заканчивают работу. То есть они зазубринки имеют на самом кончике. И делают поверхность ровненькой. Они глубоко не залезают в изделие. Ну и для работы нам нужна подложка, на которой мы будем валять. Может быть такая вот поролоновая губка. Ну как-то мне не очень нравится, она мягкая очень. А вот эти войлочные коврики, они и плотные, и в то же время упругие. Можно в 4 слоя. Ну вот такое дырявенькие. Вообще это коврики банные. То есть подстилки в баню. Я покупаю в банном магазине. Вот такая щетка тоже как подложечка может использоваться. Хотя тоже удобная, конечно. Ну для начала, в общем-то, любую подложку, чтобы игла не ударялась в стол, это будет неудобно. И начальные работы, начальные изделия в руках уваливать тоже не очень удобно. Поэтому нужна подложка. Ну вот мы нарвали какой-то определенный кусочек у нас. Это будет ножка. Поэтому мы сваливаем ее, ну вот примерно так, в будущее. Мы ее сваливаем колбаской. Вот уваляли такой батончик. Немножко край закрепили. Я уже говорила, игла толстая. Иголочки имеют зазубрины. На окончании. Вот, они очень острые. И эти зазубрины вталкивают, цепляют ворсинки. А ворсинки у нас тоже имеют свои чешуйки, которые цепляются друг за друга. Ну вот за счет этого происходит процесс уваливания. Шерсть можно увалять, конечно, просто если смочить ее. Долго-долго уваливать. Это называется мокрое валение. Мы уваливаем иголочкой. Ну вот совсем мягкий батончик такой. Иголочку поменяли на более тонкую, на 38 номер. Я не делаю сразу огромное количество шерсти, чтобы получить большую толстую ногу. Она между собой может не уваляться. Она, ее трудно будет насквозь проколоть. Поэтому я изначально делаю небольшую ножку, а потом, как заметили, приваливаю разное количество шерсти. Причем каждый кулачок, каждый кусок этой новой шерсти я расчесываю, разрываю, укладываю перпендикулярно. То есть я перепутываю все эти волокна. Чем лучше вы их перепутаете, тем лучше, ровнее они уваляются. Ну вот эта ножка предполагается, что это передняя нога, передняя лапка львенка. Она стоит, пальчики, ступня у нее согнутая, ножка короткая, толстая. Вот сверху она была бежевая, снизу я сделаю небольшой оттенок белой шерсти. Ну, теперь сверху покрываю еще слегка темно-бежевый. Каждый цвет шерсти, каждая расцветка имеет свое название. Вот это был бежевый, сейчас я приваливаю темно-бежевый. Вот тот, который рыжий сзади, это цвет листопад называется. Совсем коричневый, это шоколад, ну и белый, это белый. Ну вот я батончик согнула, уже оформляю его ступню, пальчики. Все еще очень рыхлое и мягкое. Я делаю бороздки. Бороздки это оформляю, просто пробиваю чаще на одном месте. В то же время я не забываю делать пальчики. То есть я между пальчиками делаю бороздку, но и сами пальчики я тоже уваливаю. Они, видите, уже плотнее становятся. Это долгая история, поэтому у меня тут за кадром получается много другой работы. Я не показываю все, сколько времени я тут делаю тыки. Ну, в общем-то, валяние это миллион тыков, и у вас получится какая-то игрушка. Вот так иголочка 38-я, и она уваливает, и я все время добавляю шерсть. То есть я вижу, что лапка где-то провалилась, как-то она выглядит немножко не так, какой конфигурации мне нужно сделать. Я стараюсь это видео сделать для новичков, то есть объяснить, как работать с шерстью, и как пользоваться иголочками, что они из себя представляют. Но, как сделать форму, ту или другую, это вы должны видеть сами. Будете ли вы делать какого-то интересного, тощего кота, или лохматого пса, или вот такого толстого львенка. Может, он не такой толстый, но толстые лапки точно. Ну, вот я уваляла передние два пальца, а боковые мне, как показалось, они куда-то пропали. Поэтому я добавляю сбоку, и с той стороны, и с другой еще шерсти. Делаю форму таких же толстеньких, широких пальчиков. Потому что мне их не хватает. Вот они уваливаются. Сначала просто лохматый кусочек, и постепенно, удар за ударом, тык за тыком. Я уваливаю шерсть, не просто так вот, машусь и втыкаю. Естественно, я каждый раз направляю иголочку в том направлении, как мне нужно, чтобы этот пальчик походил он именно на пальчик. То есть вы своего рода скульптор, который от всего, от камня, откалывает все лишнее, а вы делаете скульптуру, приваливаете все недостающее. Вот она нога. Немножко тут сделаем фигурку, какую надо. Еще заметны все проколы, потому что иголочки в работе толстые, и сама нога, она еще вся не очень ровная. Какие-то есть провалы, проколы. вот таким образом я раскрашиваю. У львенка будет верхняя часть спинки, вот передняя часть лапок, такая слегка ружина, и еще будут небольшие коричневые пятнышки. Но вот эти пятнышки я уже буду делать совсем в заключительном образом, в заключительном образе, потому что тут очень короткая, тонкая линия, и я боюсь, как бы из львенка не свалиться в тигренка. По картинке там такие маленькие вкрапления коричневые. И это я уже буду делать, потом посмотрю, как получится. Поэтому вы пока не заморачивайтесь по поводу расцветки. Нам надо научиться делать хотя бы ту форму, которую вы сейчас хотите. Каким образом вы придумываете, вернее, я придумываю, что сделать? Ну, это может быть просьба моих знакомых сделать какого-то котика. Примерно описывают кругленькие, толстенькие, ножки, ручки, ножки, лапки, ушки. Вот. И у меня в голове создается какой-то виртуальный образ. Я его уваливаю, приваливаю, в конце концов получается игрушка. Или же это может быть какая-то фотография, вот как с данным львенком. Да, меня попросили сделать львенка, причем двоих, причем немножко разных. У меня фотографии миллион. Ну, вот я выбрала сейчас для работы вот такого симпатичного львенка, как на заставке сделан. И стараюсь сделать, конечно, она у меня не будет именно вот с такой мордочкой, потому что это фотография живого льва, но постараюсь обаяние этой мордочке придать. Ну, вот между пальчиками добавил немножко белой шерсти, как бы высветлить немножко вот эти расстояния между пальчиками. Сейчас они пока контрастные, яркие, белые, рядом с бежевой шерстью. Но потом, когда сделаем шерсть ворс, то есть немножко лохматится будет эта лапка. И тогда белая шерсть, она спаляется с бежевой и останется только светлый тон, не будет такой белой яркости. Как видите, иголочки разные для начальной работы. И если вы собираетесь что-то делать, то вам необходимо будет ну, такой самый минимальный набор это полутонкая шерсть для начальных вот таких для учебных вам занятий. самая подходящая. Вот и иголочка 36 номер для начальной 38 это для универсальной и иголочка обратная это вот то, что вам будет необходимо. С остальным пока не заморачивайтесь. научитесь потом сами все поймете. Вообще видео для новичков как свалять какое-то изделие очень много. Я всего лишь одна из них. по-белому между пальчиками сделаю и немножко сделаю коричневой шерсти полосочки тонкие. потом тоже все распушатся и размоются. они растворятся во всем этом будет только тон. Хотя я их сегодня еще не доделаю до конца. Ну и конечно подушечки на каждом пальчике. Вот сегодняшняя лапка которую мы закончим она еще будет дорабатываться потому что я все-таки предполагаю сделать полностью всего льва. Еще одно видео сделаю где я буду голову делать но и полностью готова покажу. так что следите за моим каналом я не очень быстро работаю я не могу за неделю или за день сделать какую-то игрушку это бывает и 10 дней и 2 недели смотря какая сложность у кого-то есть видео которые каждую неделю выдают по готовому шедевру красивые обаятельные просто времени столько не хватает чтобы все это сделать но подушечки да понятно можно было сделать конечно из полимерной глины черные блестящие но мне захотелось чтобы этот львенок был маленьким совсем не брутальным львом а львом пальчику пальчики оформили лапка почти готовы проколы ямки уже уже более-менее выровнены вот она ведь хоть и плотная лапочка но она все еще мягкая она щипнется можно конечно валять до такой степени что эта лапка будет прям каменная вот валеные валенки видали да вот они же жесткие хотя там мокрое валяние ну вот примерно такое туловище оно побольше вот это просто заготовка мягкая оно будет больше другой формы я просто показываю как это будет приваливаться ну вот она обратная иголочка пошла иголки для работы имеют зазубрины они уваливают шерсть а вот эта игла обратная называется она эту шерсть выдергивает можно чуть-чуть на 1 миллиметр выдернуть вот небольшой велюровый бурс можно поглубже засунуть и выдернуть посильнее это вот вот такие племянные ворсинки как я сейчас делаю если вы хотите сделать очень плотный покров волосяной значит надо проколы делать очень очень часто прям на одном миллиметре 4 прокола но работа конечно для терпеливых для тех кто увлекается ну вот я сделала ворс причесываю мягкой щеточкой обычно зубная щетка мягкая не жесткая мягкая очень удобно хотя это может быть и детская расческа любая щеточка которая у вас под рукой которая вам нравится вообще в рукоделье очень много своих додумок задумок своих каких-то приспособ то что вам кажется удобным поэтому не стесняйтесь тут нет никаких правил я когда начинала что-то делать и говорю у меня нет этого инструмента мне вот это мне сын сказал даже если ты сделаешь на коленке какой-то отверткой изящную шедевральную игрушку это будет здорово потому что это будет твоя теория шутка но в общем в чем-то он прав делайте так как вам удобно ну вот дошли до какотков можно тоже свалять из полимерной глины засушить покрасить но я подхожу сейчас проще вот такие скрапики которые волосы закрепляют клеем приклеиваю небольшой прорезь делаю маникюрными ножницами очень острыми потому что шерсть уже плотно увалена и вклеиваю туда потом вот эту вот прорезь иголочкой заваливаю ну вот такие получились у нас небольшие кокотки вообще в каждом пальчике я здесь делала в двух просто чтобы время экономить в каждом пальчике такие кокотки можно коричневые можно черные скрапики разные бывают знаете обыкновенный клей универсальный главное он был прозрачный и он быстро сох это клей момент универсальный гель ну вот ваше первое занятие первый урок всем спасибо за внимание желаю всем успеха пробуйте до свидания как спрос В check